Привет. Пресс для кареток, по заявлению производителя. Единственный косяк этого инструмента, вот прям, вот всё в нём хорошо сделано, честно. Единственный косяк, что вот здесь фасочка снята, а вот здесь нет. Ну, в случае, в общем, напильником можно доработать. В целом, я вот просто поставил на эту сторону алюминиевую деталюху вот эту. Она по резьбе не особо хорошо идёт, и когда что-то запрессовываешь, вращается вся шпилька внутри вот этой гайки. Но вращается очень легко. Посадки здесь прям очень лёгенькие сделаны, легко бежит гаечка. И она сделана длинная. Это, на самом деле, очень важно в случае, когда мы говорим о прессе, да, не о болтовом соединении, где задача гайки просто держать деталь на месте, и там работает, ну, максимум, там, диаметр. Вот, здесь будет работать больше витков, и за счёт её длины она будет свободно хорошо крутиться. Пресс, конечно, сделан для чашек кареток, то есть, крупный довольно диаметр. Такие прям шайбы основательные. Сделано, конечно, очень хорошо, приятно. Анодировка ощущается, что она не совсем бижутерия, то есть, это даже можно назвать хорошей анодировкой. Здесь у нас имеется опорный подшипник шариковый. Всё как положено. Смазывать, кстати, эти детали не советую, потому что будет прилипать пылище-грязище, которое валяется по мастерской. Но фишка-то у нас самая главная, не просто в инструменте, да, то есть, ну, классный инструмент, картинка с его распаковкой и подготовкой к работе у нас есть прямо вот, не у нас, а у них. Есть на сайте, на Алике. И, соответственно, в общем-то, от меня что? От меня идея о том, что такой пресс можно использовать для любых подшипников с внутренним отверстием больше 12 и более миллиметров, потому что вот эта штанга, она идёт как раз 12 миллиметров. А если штанга идёт 12 миллиметров, то это о чём говорит? Это говорит о том, что можно в качестве пресса использовать, ну, именно в качестве давилки, назовём её так, да, можно использовать торцевые головки. Я всю жизнь, в общем-то, сколько работаю, использую торцевые головки для того, чтобы забивать подшипники на свои посадочные места, потому что, когда мы работаем по внешнему кольцу, по внешнему кольцу, да, по нему можно непосредственно бить. Это, конечно, не очень хорошо, и использование пресса – это лучше для подшипника в целом и для деталей в целом, потому что не возникает никаких перекосов, всё у нас ровненько и аккуратненько. Собственно говоря, почему бы не попробовать использовать... Ну, я уже на самом деле попробовал, именно поэтому я и знаю, что крутится будет шпилька, а не алюминиевая деталь по резьбе. Крутится свободно. Ну, соответственно, сейчас вот так вот попробуем вот так вот. Сегодня видео не традиционной ориентации, да, не с рук съёмка, а со штативчика. Поэтому я то в одном ухе, то в другом ухе. Так вот удобнее. Соответственно, благодаря тому, что площадь опоры здесь очень большая, мы можем всё это дело чётенько отцентровать, хорошо ровненько поставить и, собственно говоря, запрессовать на место без лишних ударов. При наличии станка можно, конечно же, наделать аккуратных, прям строго в размер пуансончиков, для того, чтобы все эти вещи, ну, тут этих направляющих, да, для того, чтобы все эти вещи аккуратно прессовать, без лишних перекосов, ровненько, чётенько, мягенько, самое главное, что крутится реально приятно. Всё это дело будет прекрасно работать. Но, поскольку мы понимаем, что не у всех есть возможность сразу наделать себе кучу инструмента, сразу накупить себе кучу инструмента, этот пресс, я считаю, что достоин внимания, достоин того, чтобы приобрести его, если никакого другого пресса нету, потому что всё-таки мягко посаженный на место подшипник, предполагает то, что он впоследствии может быть вынут и снова запрессован, потому что, когда мы запрессовываем плавно, без перекосов, у нас не остаётся зазубренный вмятин на стенках, и посадочное место разбивается значительно медленнее. Вот, сейчас надо проверить. О, даже пережалось немножечко внутреннее, изнутри вот распёрло по внутреннему кольцу, надо будет немножко отстучать это дело, и всё будет работать хорошо. Вот. То есть давим аккуратно во внешнее кольцо. Но этот инструмент хорош тем, что он позволяет нам использовать торцевые головки, потому что у стандартной полдюймовой головки вот это отверстие 12,5. Ну, там, с копеечками, да? И вот, любую торцевую головку в размер можно использовать. Главное, проверьте, что торцевая головка в посадочное место подшипника входит до упора и вынимается оттуда легко, чтобы не запрессовать головку следом за подшипником, и потом не мучить голову, как же её оттуда достать. То есть вот такая вот инструментина. Ссылочка будет в описании, поскольку это от магазина, который потихонечку на Алике раскручивается. Всем пока!